Музеи бывают разные. Банально, но факт. Вот этот, к примеру, в Генуе в Галеоне Нептун расположился, что от съемок фильма «Пираты» остался. А этот в Париже, в доме инвалидов, который еще Людовик XIV построил, совсем для другой надобности – для доблестных французских ветеранов. А музеи здесь стали обосновываться столетия спустя, в XVIII веке. Бывает и чтобы в жилом доме, и всего одна комната, как в Выборге, когда-то шведском городе. Ну или две, как в Москве – музей Владимира Даля. Кстати, этот именитый писатель и составитель знаменитого словаря к нашему рассказу имеет прямое отношение. Но об этом позже, а пока речь пойдет о здании музея крупнейшего в Центральной Азии. Всего площадь музея 21 550 квадратных метров. При входе посетители к нам заходят сразу в водные залы. Самый крупный и самый кочующий казахстанский музей. Это здание строили по спецназначению. Оно уже в проекте было именно музеем. Причем именно центральным. Да, это здание было запроектировано специально для музея. На тот момент, скажем, в Союзе, в СССР был тогда, таких проектов практически не было. Центральный государственный музей Республики Казахстан. Здание имеет габариты 108 на 36 метров. Площадь 21 500 квадратных метров. Размер купола в диаметре 50 метров. Высота около 12 метров. Ну и теперь о знаменитом филологе. И при чем тут Алматинский музей? Все просто. С 1920 по год 25 Оренбург был столицей Казахстана. И находившийся там музей получил статус республиканского. После столицу перенесли в Казаларду. Музей, соответственно, тоже переехал. Затем столицу опять поменяли. И опять новый адрес. А потом в 1927 году перевели в Алмату. А вот какую считать дату основания центрального музея – это вопрос. Оренбург, 1831 год. При Неплюевском кадетском корпусе открывается, цитирую, «музеум для сосредоточения всяких предметов, к вязчему развитию понятий юношества и к общей пользе распространения наук». А потом Владимир Даль стал чиновником особых поручений при губернаторе Василии Перовском. Особые поручения выполнял по всей губернии, часть которой располагалась и на территории современного Казахстана. И все интересные предметы он непременно собирает, описывает и отправляет на хранение. И Перовский, и Даль, вот оказавшись там, в Оренбургских краях, они очень много занимались историей этого края, они много занимались этнографией. Они, в общем-то, собирали музей этнографический в Оренбурге в то время. Сегодня те самые экспонаты Владимиром Далем собраны. Особая гордость Центрального государственного. У нас есть в Дальевских времен, есть в основном по быту, материалы по быту и по одежде у нас есть. А в 1854-м основан город Алматы. И десятилетия спустя другой губернатор, Герасим Колпаковский, его также называют основоположником этого музея, повелел коллекции древности и этнографические собирать и хранить. На первой всемирной выставке в Париже в 1862 году он выставил предметы культуры и быта казахов. Впервые Европа познакомилась с жизнью этого народа. Он собрал целую группу востоковедов, историков, которые занимались исследованиями археологическими вот этого края, юга Казахстана. Коллекции Даля, Колбаковского и прочих собирателей соединились в 30-е годы 20-го века. Так что с даты основания Центрального государственного все как-то туманно. Зато со строительством первого музейного здания все как раз вполне понятно. Мы спускаемся по служебному ходу, подвал, который у нас 4700 квадратов состоит. Это все машинные залы, где идет водоснабжение, теплоснабжение. Экскурсию ведет инженер и руководитель отдела с очень сложным названием Марат Давыдбаев. Он здесь уже 16 лет работает и знает об этом здании. Если не все, то почти. Это вот у нас вентиляционная система. Но о том, как все начиналось, в смысле строительства, лучше узнать в архиве. Здесь этот процесс документально зафиксирован. Вот эти фотографии были взяты из личного фонда Юрия Григорьевича Радышного. К 70-м годам стало окончательно ясно, что все музейные коллекции не помещаются в здании Кафедрального собора, где тогда размещался Центральный государственный. Нужно здание новое, специализированное. Вот этот документ – это изначальный эскиз музея. То есть здесь, вот смотрите, мы сейчас вам покажем. Видите, вот еще колонн нету здесь. Пока это не предусматривалось. Но есть эскизы, где уже указывается. То есть есть эти башни, колонны. Да, музей мог выглядеть иначе. И купол другой, и фасад, да и архитектурный стиль несколько отличается. Изначально не было этих двух колонн. Но проект образца 1972 года так и остался. Только в чертежах. Говорят, что-то там с финансированием не сложилось. Да и сам проект руководству республики не приглянулся. Дело-то было крайне ответственным. Рядом на тот момент намереваются строить главную площадь страны. А еще в архитектурный ансамбль должен был войти и музей другой имени вождя мирового пролетариата товарища Ленина. На этой же волне, вот через дорогу, строился музей Ленина. Так что ошибка в архитектуре, не выдержанной в соответствии с рекомендациями партии и правительства, могла и кресло стоить. Конечно, такое грандиозное строительство, под контролем правительства. В общем, Центральный государственный музей построили. Но только через 13 лет. И по проекту другому. Современное здание музея было построено в 1985 году. Его главный архитектор был Юрий Григорьевич Ратушный. И Зауреш Мустафина. Конец 70-х, начало 80-х. Время модернизма и хай-тека. Футуристичные линии и неожиданные решения. Для сравнения, наиболее яркие образцы советских музеев, построенных примерно в это же время. Историко-этнографический. Построен в 1978 году на горе Сулаймонтоо, Киргизия. Пещерный двухэтажный комплекс. Вход украшен застекленной бетонной аркой. Литературно-мемориальный музей Николая Островского, Украина. В виде символического венка цвета красного знамени. Музей поэта и публициста Ильи Чевчевадзе, Грузия. Ступенчато изогнутые линии спроектирован в авангардном стиле. Архитектурное решение музея казахстанского композиционно более сдержано. Восемь угловых куполов и центральный купол дает профиль, абрис такой, знаете, из восточных мотивов. Бибиткалис Могулович говорит со знанием дела и музейного, и архитектурного. Он сам по образованию архитектор и работал по специальности долгие годы. Здание, в принципе, по-своему оригинальное. В архитектуре Казахстана, Алматы, подумать нет. Это у нас идет первоначальный эскиз этого здания, то есть макет. Затем идет сама постройка вот этого здания, начальная постройка. И вот само здание уже, когда было закончено. Строительство музея начали в 1978 году и сразу же столкнулись с трудностями. Некоторые сложности возникли, потому что вот таких открытых стеклянных куполов в Алмате опыта какого особого не было. Очень много стыков, очень много узлов. Алматы – город высокой сейсмичности. Вы знаете, что у нас 9-тибарная зона, особенно здесь, по-моему, разлом недалеко проходит. Неудивительно, что возведение купола и первое время его эксплуатация под куполом правительства, в смысле под строгим присмотром. Регулярно из Министерства культуры приезжали. И как дождь, приезжали, стояли, смотрели. Будет капать, не будет капать. Мы находимся на крыше здания музея, которое состоит из 8 банок. Банки проходят техническое обслуживание и центральный большой купол, который застекленный крышей, который дает освещение в центральный холл музея. Не только освещение, но и ощущения необыкновенные. Под куполом – балкон, галерея, само фойе и две открытых лестницы. Много воздуха, много света и торжественная обстановка. В общем, только зашел и сразу же настраиваешься на восприятие прекрасного и познавательного. К началу 80-х – это, собственно говоря, довольно новаторское решение. Вот такого атриумного решения я не помню. Даже вот заходите, чуть-чуть приподнялись, и большой купол. 50-метровый в диаметре купол впечатляет. Особенно, когда на крыше находишься. Четко продуманное, конструктивное, инженерное решение. Так об этом говорят специалисты. Видите, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Они равномерно распределены на нагрузке. Эти ребра создают дополнительную жесткость. При любых обстоятельствах, когда земля трясется, она у нас довольно часто в год больше сотни раз трясется. Вот эти купольные рамы, они шевелятся, и у нас тоже постоянно возникают проблемы. Потечет, не потечет. И пока ничего, обильного течения не наблюдалось. Капитального ремонта еще ни разу не производили. Хотя, говорят, работники музея уже бы не помешало. Крыша, покрытая листами 4-миллиметровой стали, четыре основных фасада в одном стиле, мощный парапет, граненые плоскости, рассеченные оконными проемами. То есть изначально по проекту были продуманы вот эти большие окна. Это, с одной стороны, подает дополнительное освещение, да? Основное, вернее, освещение. И вот эти вот дополнительные. И в витринах. Угловые и промежуточные башни с металлическими куполами. Фасад, облицованный розовым и белым ракушечником разной пористости. Обычно им выкладывают фасады здания. Пожалуй, впервые ракушечник был применен и во внутренней отделке. Привозные материалы – мрамор, гранит – утверждались в Москве и строго лимитировались. А вот ракушечник под лимит не попадал. Ракушечник наш, джитвайский ракушечник, это монастырская область. На полу бетон и, конечно, мрамор. Мрамор первого этажа, включая этих колонн, он 550 квадратных метров. Чтобы его состояние содержать, нам каждый год приходится проводить чистую мрамору. Подняться на крышу и спуститься в подвал. А там узнать, что вся система подземных передвижений связана с фонтаном. Он помогает здание охлаждать. Летом, конечно. На улице открывается фонтан. Это числа 20 мая. И оттуда у нас специальные шахты, которые втягивают и вытягивают воздух. Очень сложно в инженерном отношении станет. Тут вентиляция, тут канализация, температурный режим, хранение все по-своему распределены, каждый по требованиям норм тех времен, которых сейчас тоже маловато. Ну, свои проблемы. Конечно, это музей, живой организм, который развивается. У нас год поступает, но 2000 и так же, при том, что мы закупов не делаем, денег не выделяют. Справляются своими силами. Вот и пульт противопожарного управления, частично оборудован и современной системой. Каждому залу и кабинету подведены специальные датчики. Возле юрты стояли лошади, послезли недалеко овцы. В густой зеленой траве позла черепаха. И все же чего-то неуловил, не доставало этой степи. Асель Турсеналиева зачитывает отрывок из газетной публикации, посвященной открытию Центрального государственного музея. Немного постояв здесь, я понял, чего стрекотание кузнечиков. Во всем же остальном стиль, воссозданное в одном из залов нового здания Центрального государственного музея Казахстана, что называется «Как живая». Вот так живописно и восторженно описывал корреспондент свои впечатления. Палеонтология, этнография, история, новейшее и древнее. Здание трехэтажное. В принципе, вот этот, сейчас мы стоим, считается в первый этаж, а наверху второй этаж. Здание изначально имело четыре экспозиционного зала. За последние годы открыли еще три зала. Этот самый популярный. Это зал «Золото», открытый фонд так называемый. То есть до этого времени все драгоценности, золотые в запасниках, лежали у них золотые зелени, запасниках, которые не демонстрировались. Доступ имели только специалисты и сотрудники модели. И теперь любой желающий может полюбоваться на роскошь, доступную древним. У нас приходят посетители, они в ожидании какого-то чуда заходят в этот зал. И ожидание оправдывается, что совсем неудивительно. Только подумать, этим великолепным украшением несколько сотен лет, а то и тысяч. Для размещения коллекции даже два коридора пришлось переоборудовать. Сейчас семь залов и свыше 250 тысяч экспонатов. Правильнее будет сказать, единиц хранения управляют музейные работники. В хранилищах экспонаты мы все понимаем, что они должны храниться в определенной температуре. Надо поддерживать. Для этого у нас предназначены, вы сейчас видели, гигрометры. Мы там снимаем показатели, сколько градусов в залах, сколько влажности. Все это мы записываем в журналах. Вот в этих помещениях и хранится народное достояние, к собиранию которого и Владимир Даль руку приложил. А здесь достояние республики реставрируют. Мы находимся в мастерской реставрации графики, живописи. Вообще музеи в нашем центре работают по нескольким направлениям. Это коврово-волочные изделия, керамика, потом экспонаты по металлу, ювелирные украшения. Говорят, музей – это приглашение к размышлению. В Центральном государственном есть над чем поразмыслить сейчас и над чем задуматься в будущем. Ведь музей, как живой организм, все время развивается. Центральный государственный музей Республики Казахстан. Старейший и самый крупный музей не только Казахстана, но и всего Центрально-Азиатского региона. Год постройки – 1985. Памятник архитектуры и градостроительства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok